Американская журналист Миссис Роге на всех заседаниях Конгресса вязала зеленый свитер. Ее приятельница Миссис Эвотт вязала свитер красный. Мистер Роге произнес свою речь. Но после этой речи тысячеголосый хор делегатов запел на всех языках мира, гимн демократической молодежи, и это был такой ответ, что мистер Роге озабоченно сжал голову руками. Мистер Эвотт передал в Америку отрадное сообщение о смелом выступлении Роге. Кроме того, он написал, что перед зданием, где заседает Конгресс, рядами стоят польские дети и выпрашивают на кусок хлеба. Выполнив таким образом волю своих боссов, мистер Эвотт с супругой сел в машину и поехал на Маршалковскую улицу. Он слышал, что там, на одной из строек, работает каменщицей правнучка короля Яна Собесского. Авто мистера Эвотта проезжало по разрушенному городу. Война есть война. Только с ума сброды могли задаться мыслью восстановить этот город на прежнем месте. Увы, современные рабы тоже способны построить пирамиды. Скоро они увидели эти пирамиды. На улице поднимали здания, подобные дворцам. Возникали великолепные жилые кварталы. Автострада Восток-Запад поворачивала к новому громадному мосту. Без принуждения построить все это... Нет, это было бы невозможно. Житель этой страны, подобный муравьям, нога великана, растоптала их в муравейник, и вот они строят его заново. Опять копошатся у неё. Странные люди, они веселы, смеются и поют. Это веселье по приказу. Рабовладельцы понимают значение песни для принудительного труда. Песня «Алкоголь рабов». Она переносит их через слёзную доль физических страданий. Как счастливы наши безработные. Они не поют. Машина остановилась около высокого здания в лесах. Мистер Эвотт вышел на тротуар. Какой-то человек, видимо, здешний инженер, как раз садился в свою машину. Мистер Эвотт поздоровался с ним и учтиво осведомился, понимает ли тот по-английски. Инженер молча кивнул. Мистер Эвотт представился, сказал, что он американский корреспондент на Конгрессе сторонников мира. Может ли он побеседовать с мисс Еленой Завадской, которая работает на этой стройке. Инженер сказал, что надо подождать четверть часа, кончится смена, и товарищ Завадская пойдёт домой. Инженер попрощался и уехал. Супруги Эвотт остались ждать. Меня волнует ожидание встречи с правнучкой короля, который работает каменщицей. И для успокоения миссис Эвотт приняла снова вязать свой красный свитер. Мистер Эвотт прохаживался по улице. Одна сторона её была пуста, развалины уже убрали. На другой стороне возвышались дворцы. В воздухе носилась пыль и оседала на пиджаке мистера Эвотта. Над головой у него реяли флаги. Он подошёл к машине. Удивительный город. Видимо, здесь была старая культура. Культура скифов ещё старше. Созыв в Варшаве этого конгресса, неразрешённого в Шеффельде, это вызов степных народов западной культуре. Отличная мысль, Дарленд. Не возражаешь, если я использую её в статье? Пожалуйста. Прозвучал самодельный гонг. На стройке кончилась смена. Через минуту на улицу стали выходить строители. Крепкие, румяные, весёлые люди в синих комбинезонах. Мистеру Эвоту показали Елену Завадскую. Это была рослая, темноволосая, черноглазая красавица в синей блузке и красном платочке. Лицо её покрывало пыль, туфли были забрызганы звёздкой. Мистер Эвотт ловко преградил ей дорогу. How do you do, мисс Завадская? Good evening, мистер. Эвотт. Я американский журналист Джемс Эвотт. Я хотел бы поговорить с мисс Завадской. С удовольствием. Но мне пришлось бы для этого пригласить вас с женой в барак строителей. Я живу с подругами в общежитии. О, достаточно будет разговора в машине. Мы отвезём вас в тихое место на Висле и посидим там. Вам нечего бояться. А чего мне бояться? Поедем. Please. Thank you. Они поехали к реке. Миссис Эвотт слегка отодвинулась от своей спутницы. Уж слишком запалена была одежда мисс Завадской. Они нашли тихое местечко у Вислы и остановились около старого забора, на котором большими белыми буквами было написано «Мир». Это было приветствие Конгрессу сторонников мира. Итак, что вы хотите знать? Нам стало известно, что вы правнучка короля Яна Собесского. Ян Собесский умер в 1696 году и с тех пор родословная сильно запуталась. Зато несомненно, что мой дед был профессором истории в Краковском университете, а отец хирургом. Кроме того, у меня, разумеется, был дед и по материнской линии. Его звали Кароль Стрончик, совсем незнатная фамилия. Деда повесили в Галиции в 20-м году, а рядом с ним висела на дереве и моя бабушка Елена. Не очень знаменитые предки, правда? Весьма прискорбные факты. Безусловно. Этот вопрос единственный. Я на него ответила. Дальше. У вас есть документы о вашем происхождении. Только один. Метрика. Вот она. Елена вынула из кармана свою трудовую книжку, извлекла из нее помятый документ и протянула его супругам Эвот. Они с любопытством рассматривали метрику. Имени Яна Собесского там не было. Зато значился Кароль Стрончик, Елена Стрончик и Ольга Урожденная Стрончик. Простые крестьянские фамилии. Рядом с ними стояли имена аристократической ветви Завадских. Я расскажу вам о тех, чьи имена записаны в моей метрике. Вот только с кого начать. Ну да, в конце концов, не все ли равно. Начнем с Ксенза, который меня крестил. Мне рассказывали, что это были торжественные крестины. Родилась я в Кракове, но крестили меня в маленьком костеле здесь, в Варшаве. Не знаю почему. Ксенза звали, как видите, Станислав Нагловской. Он дожил до преклонного возраста, пережил оккупацию Польши, бомбардировку Варшавы и конец своей церковки. Его застрелили бандиты Андерса, вашего нынешнего союзника на случай войны против нас. Ксенз Нагловской не понравился Андерсовцам потому, что в 46 году он молился за правительство Берута. Такова стала быть история Ксенза, который меня крестил. Дальше в метрике значится крестный отец, профессор Разводовской. Я его хорошо помню. На мое рождение он всегда приезжал из Варшавы в Краков и привозил мне сладости. В 39 году эсэсовцы забили его сапогами до смерти. Он пытался бежать в Россию. Профессор был биологом и учеником Павлова. А вот это моя крестная мать, племянница профессора. Она вела хозяйство этого старого холостяка. Когда после бегства профессора гестаповцы пришли за ней, она отравилась. Таким образом мы насчитали в моей метрике уже троих мертвых. Может быть, это слишком волнует вас, моя дорогая. Тогда не надо. Нет. Все это уже давно в прошлом, миссис. Не знаю только, как перейти к истории моих родителей. Начнем с 920 года. Весной этого года войска маршала Пилсудского напали на советскую Украину и заняли Киев. Советская армия выгнала их оттуда и дошла до Варшавы и Львова. Возможно, вы помните, что на помощь польской военщине пришел тогда французский генерал Вейган. В Париже и Лондоне испугались, что санитарный кордон между Россией и Европой прорван. Были приняты все меры к срочному заключению мира. Так возникли те польские границы, которые, возможно, нравились вам, но нам принесли лишь несчастье. Львов остался в Польше. Мой отец – врач, тогда мобилизованный в армию, попал на табачную фабрику в монастырке. На фабричном дворе росли акации. На акациях были повешены рабочие и работницы, казненные за то, что они якобы симпатизировали большевикам и помогали советским войскам, наступавшим на Львов. Висел там и Кароль Стрончик, мой дед, а рядом с ним бабка Елена. Мою мать, ее звали Ольга, отец нашел в хате. Она спряталась под лавкой и почти обезумела от страха. Он взял ее с собой в Краков и поселил у своего отца, ученого. Через десять лет, в девятьсот тридцатом году, родилась я. Вот видите запись? Елена Завадская, рожденная 2 мая 1930 года в Кракове. Отца звали Ян, как и короля Собесского. Деда Вацлав, вот он тут записан, Вацлав, Зигмунд Завадской, профессора Егелонского университета в Кракове. И вот мы уже подходим к концу моей истории. В сентябре 1939 года Гитлер захватил Краков. Отца не было дома, он ведал армейскими госпиталями на фронте. Вернувшись после войны, он долго беседовал с дедом. Потом отдал матери какие-то документы, а мне вот эту метрику. У него было очень озабоченное лицо, и он сказал мне, чтобы я никогда не расставалась с метрикой, что это мой единственный документ. Тогда же я увидела в руках у отца бриллиант. Он передал его матери и сказал, «Говорят, что этот камень украшал шапку Яна Собесского, когда тот вступил в Вену и освободил ее от турок. Когда-нибудь эта драгоценность пригодится вам». В октябре моего отца и деда Вацлава увезли в концлагерь Ораниенбург под Берлином. Мать мне потом рассказывала, что зима в тот год была суровая. В начале октября уже начались морозы и падал снег. Гестаповцы очень заботились о польских ученых, заставляли их ежедневно купаться под открытым небом, поливая из шлангов. Отец и дед не разлучались. Они стояли рядом, когда на их обнаженных телах замерзала вода, лежали рядом на изразцовом полу и умерли от воспалений легких. На этих же изразцах умерли многие члены ученого совета Ягелонского университета и другие польские ученые. Итак, сколько покойников мы насчитали в моей метрике? Семь. Семь? Да, вы правильно сосчитали. Подчеркиваю, что моя бабушка по отцовской линии, ее имя тоже записано в метрике, умерла естественной смертью, но это только потому, что она скончалась в 1937 году, до прихода гитлеровцев в Польшу. Что же стало потом с вами и вашей матерью, мисс? Мы по-прежнему жили в пустой квартире. Так прошло три года. Мать зарабатывала тем, что учила девушек шить. Потом в нашу квартиру вселили семью эсэсовца, штурмбанфюрера. У всесильного наместника Гитлера в Польше, Франко, была своя система обращения с польским народом, основанная на изучении истории и полицейских архивов. Зимой 1943 года оккупанты пришли к нам с обыском. Они искали бриллиант Яна Сабесского. Кроме того, они предъявили матери копию протокола, найденного в Черткове, из которой яствовало, что родители моей матери были казнены как коммунисты. Вселенный к нам гитлеровец, кстати говоря, доктор прав, наблюдал разграбление нашей комнатки. Все они целиком одобряли происходящее и считали, что драгоценности – это военный трофей, особенно же драгоценности исторические. Бриллиант нашли и отобрали. Мать сопротивлялась, ее связали и увели. Больше я ее не видела. Восемь? Да. Восемь. А вы, мисс Завадская, что потом было с вами? Я? Я убила того штурмбанфюрера и доктора прав. Он вздумал приставать ко мне на другой день, когда мы оказались одни в квартире. Я заколола мерзавца его собственным кинжалом и скрылась. Он был пьян, а мне гнев придал необыкновенную силу. Да, на моих руках кровь эсэсовцев. И не только этого штурмбанфюрера. Почти два года я сражалась в партизанском отряде. Я могла бы рассказать вам подробности, господа Эвот, но не стоит. В своих кино вы видите достаточно кровопролитий. Я хочу только, чтобы вы извлекли урок из моего рассказа. А урок этот следующий. Никогда больше не ищите правнучек польских королей. Вы увидите их в синих блузах союза польской молодежи. Понимаете? И вы узнаете, что они всем существом ненавидят вас и ваших холопов. Ненавидят за ту жалкую войну, которую вы вели, когда погибала Польша. За гарантии, которые вы не собирались соблюдать. За варшавское восстание, которое вы подняли, чтобы помешать освобождению города советской армии. За войска генерала Андерса, которые вы пригрели у себя с подлой целью. За то, что вы возвращаете оружие эсэсовцам, выпускаете на свободу убийц, верных пособников тех, кто создавал освенцам и майданок. За то, что вы охотно сбросили бы атомную бомбу на Варшаву, которую мы восстанавливаем назло вам. За ту речь, что произнес вчера на конгрессе ваш земляк, мистер Роге. За то, наконец, что вы не даете покоя даже варшавской каменщице. Быть может, одна из нас, хотя бы и я, станет архитектором и построит здесь дворец мира. А уж новую жизнь у себя на родине мы во всяком случае построим. Вот каков вывод из моего рассказа. Сейчас я расстаюсь с вами, а вы уезжайте. Уезжайте поскорее из Варшавы. Нашему миру чужд ваш мистер Роге и вы сами, мистер Эвот, вместе с вашей женой и её красным свитером. В моей метрике вписаны имена восьми людей, которых уже нет в живых. Всех их убил фашизм, но я живу. Напишите об этом разговоре в ваших газетах. Мистер Эвот не опубликовал интервью с варшавской каменщицей, а миссис Эвот, вспоминая Варшаву, раздражается истерическими слезами, ведь она выслушала там такие оскорбления от этой нецивилизованной каменщицы. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова